МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это делегация Дагестана. Буквально через несколько минут мы вам покажем, как это было. А сейчас мы все в ожидании делегации из Карачаева-Черкесской республики. Пока мы ждем эту делегацию, мы пообщаемся с директором форума. Это Дмитрий Донецкий. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро еще. Готов ли Машук, готов ли форум принять большое количество гостей? Да, у нас, можно сказать, новый форум. Мы готовы принять всех, кто сегодня приедет. Это будет тысяча человек из регионов Северо-Кавказского федерального округа и из других регионов Российской Федерации. Поэтому мы максимально старались, можно сказать, работали в круглосуточном режиме для того, чтобы те ребята, которые приедут в этом году, и даже те ребята, которые были в прошлом году, приехав сюда, удивились тем переменам, которые сегодня у нас на форуме. В последние дни стояла жаркая погода, сегодня и вчера немножко погода испортилась. Мешает ли это, вносит ли это какие-то коррективы? Вы знаете, когда идет дождь, говорят, это к счастью. То есть мы думаем, что этот форум будет счастливым. Ну а с точки зрения того, что мешает, наоборот, это создает некую романтику, наверное. Особенно для тех людей, которые здесь работают уже не первый день, это добровольцы, которые приехали нам помогать. Работы на самом деле было очень большой объем, и мы успешно с этим справились. Не мешает. Уже заехала первая делегация, делегация Республики Дагестан. Как их встретили? Всем ли довольны? Опять же, не мешает ли погода? Ну, он создает определенный дискомфорт. Но я думаю, что погода не главная, а главная атмосфера, которую создают те люди, которые работают на форуме. Дагестан Республика заехала. Сейчас ребята расселяются в палатки, совершенно новые, да, с совершенно новыми спальними мешками. Вот, я думаю, что они будут приятно удивлены и отношением, которое будет к ним, да, к участникам, и той программы, которая будет для участников проходить на форуме, и теми гостями, которые приедут к нам на форум. Вот, то есть, я думаю, что погода, даже в любом случае, если она будет не очень благоприятная, в период проведения форума, она не скажется на их настроении и на проведении форума. А сегодня заселение, открытие только завтра, чем сегодня полдня будут заниматься участники? Вот сейчас у нас с приездом делегации начинают работать около 20 альтернативных площадок. Ребята выбирают то, что им интересно, общаются с теми людьми, которые привезли какие-то мастер-классы интересные, там, декоративно-прикладное творчество, смотрят видеофильмы, участвуют в настольных играх, да, то есть, ну, между собой знакомятся, сейчас, когда заедет вторая делегация, они пообщаются между собой, естественно, покушают вкусно, вот, ознакомятся с территорией форума, я думаю, что у них будет время больше, да, поскольку они захотели узнать, что изменилось на форуме, и потом рассказать тем ребятам, которые заедут позже. Ну, то есть, пока будет время втянуться? Да, не только втянуться, но и получить какие-то интересные навыки, знания, может быть, которые им пригодятся в последующем. Дмитрий Сергеевич, не будем задерживать, работы много, мы понимаем, отпускаем вас, спасибо большое за комментарий. Ждем делегацию Ставропольского края. Она обязательно прибудет, мы в этом не сомневаемся. Спасибо вам. Ну, что ж, мы продолжаем, продолжаем, и есть еще один немаловажный человек сегодняшнего дня, наверное, даже один из главных людей сегодняшнего дня на Северокавказском молодежном форуме, это руководитель группы контроля Владимир Кайванов. Здравствуйте. Добрый день, доброе утро, наверное, даже еще, хотя, наверняка, оно у вас, как и у нас, началось все рано. Самое настоящее утро, с пяти утра мы здесь ждем. То есть, уже, в общем-то, день. Конечно. Для нас это уже день, мы с пяти часов ждем делегации. Первой делегацией к нам заехала Республика Дагестан. Мы встретили ребят, первая делегация, ребята очень позитивно отнеслись в группе контроля, они знают нас, кто уже не в первый раз, кто в первый, понимает, какие эмоции у тех, кто приезжал. Встретили, заезд прошел отлично, ребята зашли очень быстро, проблем с входом не возникло. В этом году работает система бейджинга немножечко по-другому. Ребята заранее приехали, все бейджи у них уже распечатаны, поэтому на территорию входа они проходят буквально за минут 15. На самом деле, да, вот мы тоже обратили внимание, что очень быстро все прошли. Погода, погода вот испортилась, не мешает ли? У нас ребята, которые работают в службе контроля, работают не первый год, поэтому они осведомлены, они все приехали с дождевиками, с теплыми наслочками, это Машук, гора, поэтому мы к таким условиям были готовы. И заранее оповестили ребят, которые делегации, что они в курсе, что погода здесь может меняться, может часто идти дождь. Поэтому все уже осведомлены, что погода, грубо говоря, может на Машуке как-то идти, как и в плохую сторону, так и быть очень жарко. Поэтому нет проблем никаких с погодным условием. У нас даже стоят палатки, поэтому ребята заехали, сразу под палатку зашли, и дождь с ним не помеха никакая. Получили бейджики и сразу на вход. — Буквально с минуты на минуту должна приехать делегация Карачаево-Черкесской республики. Сколько их человек приедет? Мы знаем, что у Дагестана больше 180 приехало, да? — 180, согласно квоте. У нас все согласно квоте. Приедет следующий КЧР, 95 человек. Кстати, они немного опаздывают, мы с ним скучаем, поэтому КЧР, если вы нас слушаете, вперед сюда, скорее мы вот всех здесь ждем. — Есть определенный список предметов, вещей, которые так или иначе нельзя проносить на территории лагеря. Что это? — Да, такой список есть, он очень большой есть. Я сейчас начну его перечислять, мы будем с вами часа в два в эфире. Это обычные предметы, которые нельзя на любом массовом мероприятии. Колющие и режущие предметы, не дай бог, где стрельное оружие. Поэтому это все обычные предметы. Единственное, что на форуме у нас нельзя, это еда и вода. Все, что участники приходят, мы говорим, ребята, делитесь здесь с участниками, кушайте, пейте. Все на территории форума у нас есть, поэтому с этим проблем никаких не возникает. Еда к нам на территорию форума не заходит, потому что все, что нужно, у нас на форуме есть. — Нормально реагирует? То есть вот человек, допустим, привез с собой осетинский пирог, который ему испекла мама, например. И вот тяжело же от сердца оторвать мамин пирог. — Знаете, как хорошо реагируют те, которые понимают, что он сейчас будет этим с ними делиться. Поэтому все позитивно воспринимают. Все ребята в такой хорошей атмосфере говорят, блин, ну как же так? Я говорю, ну вот пирог, к сожалению, у нас по правилам форума нельзя никакую еду проносить, чтобы она не испортилась и чтобы, не дай бог, участники на территории форума не съели ни свою еду, которая неправильная, не дай бог, хранится и не отравились. Поэтому это очень важно. У нас на территории форума, на самом деле, слишком хорошее питание, на самом деле. Да, ребята некоторые просят даже вторую порцию, потому что, ну правда, вкусно. Поэтому, мне кажется, да, здесь проблем никаких нет. Они, наоборот, воспринимают это, ну те, кто понимает, что они делиться будут всеми этими вкусняшками, все это идет очень позитивно. Служба контроля – это первые люди, которые встречают участников форума. Есть какая-то вот сверхзадача зарядить ребят сразу со входа позитивом? Да, мы, во-первых, встречаем ребят и мы их провожаем. Поэтому, когда мы их провожаем, они все говорят, ребята, дайте нам вашу футболку черную, потому что у нас в группе контроля единственная на форуме черная футболка, и они пытаются ее обменять на свою, на футболку своей делегации. Да, наша задача – встретить ребят максимально позитивно, чтобы они понимали, что служба контроля – это ребята те, которые настроены им помогать на форуме. Не те, которые готовы их выгонять, а наоборот помогать. Чтобы они понимали, что это ребята, которые координируют, помогут не опоздать на образовательную программу. Всегда подскажут, где какой мастер-класс, направят, расскажут, когда отбой, подскажут, где душ, где что. Поэтому эти ребята на всех секторах форума, у них расстановка на всех секторах, Они могут подсказать по любому вопросу, осведомлены, так же, как и кураторы, они владеют всей программой форума, знают, что, где и когда, и кто приезжает. Поэтому эти ребята в основном помогают участникам, чтобы ребята прошли и курили в положенном месте в первую очередь, и вовремя соблюдали режимные моменты лагеря. Спасибо большое. Я понимаю, что работы много, опять же, в ожидании делегации Карачаево-Черкесской республики. Не будем задерживать. Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну что ж, друзья, как вы видите, на самом деле жизнь-то на Машуке не прекращается. Вот вы могли видеть, прошел мужчина здесь и бегают, и спортивной ходьбой занимаются. В общем, все, форум на жизнь самой горы Машук никак особо не влияет. Ну что ж, а сейчас мы предлагаем посмотреть вам несколько кадров, несколько комментариев делегации республики Дагестан, которая уже на Машуке, которая уже заехала на форум. Раннее утро 10 августа на горе Машука знаменовано заездом участников Северокавказского молодежного форума. Первая делегация, прибывшая сегодня, это делегация республики Дагестан. Их более 180 человек. Сейчас ребята пройдут необходимый инструктаж по безопасности, проверят их вещи личные и сумки, после чего они получат бейджики и пройдут на территорию форума. Ребят, спасибо за кофе, во-первых. Всегда, пожалуйста, могу и джинсы. Нет, джинсы есть, спасибо. Как дела, как доехали? Все просто шикарно, доехали, как сказать, как по маслу. Быстро доехали, никаких осложнений не было, хорошо поспали. Погодка вам как? Погодка пока пасмурная, но надеемся будет лучше. Ну так, погодка по настроению хорошая. Хочется, чтобы сразу впечатление хорошее осталось, чтобы люди заходили на форум с улыбкой, радостно, и чтобы все было позитивно. Как мы с улыбкой встретим, так и пройдет наш форум. Поэтому мы здесь улыбаемся, радуемся, встречаем, обнимаемся. Обниматель человек, мы наняли его, чтобы он обнимает сразу. Человек из автобуса, ну раз. Какой вообще настрой перед Машуком? Отличный, уже позитив какой-то от новых знакомств получили. Уже успели с кем-то познакомиться? Два автобуса, в которых я сидела, я и там познакомилась, и тут. Еще даже на территорию не попали, а уже знакомство началось. Очень общительные люди попались. Проект какой-то привезли? Конечно. Что за проект? Дом Добра, название его. Мы хотим обеспечить животных, как сказать, едой, пищей, помочь нашим приютам. Как доехали? Да, доехали хорошо, но было чуть-чуть холодно. А сейчас погода не смущает или все-таки... Уже привыкли. Пока ждали, уже привыкли. А как думаете, там в лагере-то не сыро в самом? Пока не знаем, посмотрим. Какой настрой вообще? Вы приехали на молодежный форум, с каким настроением, да? Конечно же, позитивный. Ждем плодотворной работы, хорошо отдохнуть. Что еще сказать? Проект привезли какой-нибудь? Пока нет. Приехали просто насладиться атмосферой? Да, хочу научиться, посмотреть всему. Надеюсь, в следующем году приеду с проектом. Первый раз приехали? Да. А что-то знаете вообще о Машуке? Наслышано, конечно же. Ну, что, например? То, что ребята выигрывают гранты, отдыхают, природа здесь прекрасная. Всегда мечтала попасть на Машук. Мечта сбылась? Сбылась. Спасибо, конечно, организаторам, всем. Вам тоже всего хорошего. Как настроение? Шикарное просто. Дождь, погода не мешает? Ничего не мешает. Машук просто прекрасно все. Уже получили бейджик? Да, получили. Сейчас ждем. Сумочки в другом автобусе остались. Ждем заселения быстренько всего. Проект привезли какой-нибудь? Да, привезли. Что за проект? Школа вожатого мастерства у нас будет. Будем реализовывать, стараться защитить его, стараться выиграть гранты и забирать победу в Дагестан. И реализовывать потом? Да, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, мы все еще продолжаем ждать. Я вот не просто так смотрю в ту сторону. Оттуда должен приехать автобус с делегацией Карачаева Черкесской Республики. Пока его нет. Но, тем не менее, мы его обязательно дождемся. Покажем вам, как это было. Наши включения с Северокавказского молодежного форума «Машук-2018» продолжатся. Следующее включение нас ожидает уже буквально через час. Ну и стоит, наверное, сказать о том, что каждый день с форума «Машук» мы будем проводить по два прямых включения в обед и вечером, чтобы вы знали, что здесь происходит, что здесь интересного. Будем вам докладывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова